Спасибо огромное за предоставленную возможность участия в этой конференции. И позвольте коснуться проблематики рака шейки матки, этой ВПЧ-ассоциированной опухоли, в рамках вот этой вот конференции. Надо сказать, что проблема заболеваемости раком шейки матки по Российской Федерации достаточно актуальна, потому что ежегодная заболеваемость вы видите достаточно высокая, 18,5 тысяч женщин заболевает ежегодно. Погибает более 6,5 тысяч женщин от этой злокачественной опухоли. И, как уже говорил Павел Сергеевич, большой вклад в ВПЧ-ассоциированные опухоли вносят анкогенные типы 16-18, по Российской Федерации там возможно еще какие-то вариации, но тем не менее основные анкогенные типы это 16-18. Кроме того, среди ВПЧ-ассоциированных опухолей, как во всем мире, так и в России, на следующих слайдах покажу, основу этой пирамиды, к сожалению, закладывает рак шейки матки как наиболее часто встречаемая опухоль, ассоциированная с вирусом пилома человека. Здесь представлены данные по Российской Федерации, по публикации 2019-2020 года, как я уже сказала, основу заболеваемости ВПЧ-ассоциированных опухолей приходится на рак шейки матки, на преинвазивные формы, на образование шейки матки, но тем не менее другие ВПЧ-ассоциированные опухоли, которые озвучены в сегодняшней секции, также крайне актуальны и крайне влияют на качество жизни и самую продолжительность жизни наших пациентов. И здесь вклад в ВПЧ-заболеваемости опухолей вульвы влагалища, которые сами по себе являются редкими онкогинекологическими опухолями, но также и вклад в опухоли головы и шеи, анальный рак и опухоли полового члена, хотя, может быть, и звучит статистически небольшая цифра, но вы видите, насколько эта проблема актуальна и негативна при позднем выявляемости, негативно сказывается на продолжительности жизни и на качестве жизни. И в целом на круг получается в совокупности ежегодно в Российской Федерации заболевает и мужчин, и женщин ВПЧ-ассоциированными опухолями порядка 27 тысяч человек. Как говорил Павел Сергеевич, да, вроде бы женщинам, может быть, и повезло, у них есть скрининг-профилактика рака шейки матки, но тем не менее мы по Российской Федерации не можем похвастаться организованным скринингом. У нас, да, есть приказы, здесь представлены 572-й, который регламентирует работу акушера-гинеколога, по которому регламентируется пропосмотрит с цитологическим скринингом раз в год, но это если эта женщина придет на тот профилактический осмотр. И есть приказ по диспансеризации 2019 года, где диспансерный осмотр должен осуществляться с взятием цитологического скрининга 1 раз в 3 года в возрастной группе 18-64 года. Хотя сразу же хочу оговориться, что во всем мире идет тенденция по организованному скринингу этой вторичной профилактике в сторону возможности ВПЧ-тестирования в качестве вторичной профилактики, в качестве скрининга рака шейки матки, в качестве возможности выявления ее на преинвазивных формах. Поэтому по Российской Федерации, тем не менее, проблема очень актуальна для женщин, поскольку нет руководящего координирующего центра ответственного за проведение скрининга. И, к сожалению, ставится вопрос, каким образом улучшить ситуацию по Российской Федерации. Но, естественно, внедрять программу организованного скрининга, но от нас тут больше зависит от чиновников, организаторов здравоохранения, насколько возможно внедрить в Российской Федерации организованный скрининг. Каким образом можно повлиять, возможно, через масс-медиа, информированность детского возраста, что необходимо действительно приходить на профилактические осмотры. Хотя Всемирная организация здравоохранения постулирована, что профилактика рака шейки матки, ну, в первую очередь, это вторичная профилактика, то есть скрининг, будь то цитологический скрининг, либо почестный, но при этом еще и обязательно дополняется рекомендация Всемирной организации здравоохранения и вакцинация против вирусов пилома человека, то есть первичная вакцинация, которая также несет пользу и снизит заболеваемость раком шейки матки. Те же самые рекомендации звучат и на уровне европейских сообществ, в частности, это Европейское общество онкогинекологов, которое еще в 2007 году рекомендует повсеместно внедрять первичную профилактику рака шейки матки и пересмотренные их же рекомендации 2019 года, где действительно рекомендуется первичная профилактика, наравне, а все равно потом эти женщины и подлежат еще и вторичной профилактике, то есть скрининг. То есть однозначно эффективность цервикального скрининга вторичных профилактик продемонстрирована вам по результатам организованного скрининга европейских и других стран Соединенных Штатов, Америки, Канады. Будь то цитологический скрининг, как я повторюсь, так и ВПЧ-скрининг. Надо сказать, что наши соседи финны, где минимально заболеваемость раком шейки матки за счет организованного цервикального скрининга сейчас перешла на ВПЧ-скрининг и при этом еще активно внедрила первичную профилактику, то есть вакцинопрофилактику организованную с женского населения, детского населения, несмотря на низкую заболеваемость раком шейки матки. Каким образом страны, где нет организованного скрининга улучшить результаты заживаемых? Здесь, конечно, обращены взоры к вакцинопрофилактике. По Российской Федерации у нас зарегистрированы две вакцины. Это бивалентная и квадривалентная. Квадривалентная против 16-18 типа. Еще она обогащена против 6-го и 11-го типов, о чем упоминал Павел Сергеевич. 6-й и 11-й, который ответственен за развитие остроконечных пандиломов в совокупности с анкогенными типами, может привести к необратимым последствиям. Вакцинировать необходимо в соответствии с рекомендациями трехкратное введение 0,2-6 месяцев или 0,1-6 месяцев в возрасте от 9 до 45 лет. Но и в последние годы доказана возможность двукратного введения вакцины в молодой возрастной группе. Это возраст 9-13 лет. Но обращаю ваше внимание, что вакцинация – первый укол, и следующий должен быть через полгода. Тогда действительно надежный уровень антител и профилактика хорошая будет достигнута среди мальчиков и девочек 9-13 лет. Если сделана уже 0,1 вакцинация, то необходима будет прийти инъекция вакцины. Но, тем не менее, это профилактическая вакцина. Это, естественно, девочки-юноши, еще не живущие в половой жизни. И в какой-то степени, даже поскольку двукратное введение, какая-то экономия материальных средств. Видите, на слайде представлены страны, где широко внедрена в ВПЧ вакцинация национальную программу иммунизации. В каких-то странах на уровне, пока дети находятся в школе, и там наибольший успех вакцинальных программ – это Дания. Далее, когда дети еще организованы, и им удается педиатрами сделать хороший охват детского населения и вакцинировать, в Соединенных Штатах это делается уже не педиатрами, а врачами общей практики. Поэтому здесь у них более низкий охват вакцинации населения получился. Но, тем не менее, к сожалению, приходится констатировать, что Российская Федерация в виде серого цвета, к сожалению, у нас вакцинация против вирусов пилома человека не включена в национальный календарь к вирусу. Хотя вакцины продемонстрировали свою эффективность. Это по результатам клинических исследований. Это хорошо зарекомендовавшие себя рандомизированные многоцентровые исследования по гордосилу. Это исследование FUTURE, где большое число включенных исследованных было и была продемонстрирована эффективность 98% по защите от неразвития ВПЧ-инфекции, по защите от неразвития диспластических изменений на шейке матки, то есть предраковых. Еще один вопрос, всегда возникающий, нужна ли ревакцинация вакцины, насколько длительно она защищает. Ну, и вначале шли исследования по уровню антител, смотрели эффективность вакцинации, да, было продемонстрировано, но больше нас интересует о неразвитии диспластических изменений предраковых изменений на шейке матки, что было тоже доказано в течение в среднем 8 лет наблюдений, а на круг по опыту различных стран, где были раньше внедрены вакцины в национальный календарь прививок, даже в течение 12 лет наблюдения защищает вакцина кладревалентная от неразвития преинвазивных заболеваний шейки матки. В возрастных группах от 16-23 лет и в более старшей возрастной группе. Еще раз повторюсь, что вакцинировать можно до 45 лет, здесь медианное наблюдение почти 9 лет, и здесь тоже доказано, что в течение от 8 до 10 лет защита существует от неразвития. ЦИН – это вот дисплазия, циррекальная интернетаряная неоплазия, то есть предраковое заболевание шейки матки, защита от дисплазических изменений и защита от генитальных пандилом. Что же действительно в реальной практике? Действительно было продемонстрировано, ну и здесь хочу упомянуть пионеров в этой области, которые внедрили вакцинацию в широкий охват населения, это Австралия, ну постарались американцы, но, как я уже сказала, за счет более низкого охвата чуть меньшая результативность, но, тем не менее, по Соединенным Штатам, когда сравнили инфицированность вирусом к пилому человека до и после вакцинации и после, то действительно зарегистрировали вдвое снижение вакцинации инфицированности как онкогенной вакцинации 16-18, так и 6-й и 11-й, который вызывает астроконичные пандиломы. Как клинический маркер эффективности вакцин, в частности, гордосилы, является астроконичная пандилома, то есть визуальная локализация, которая сразу же, можно сказать, сработала вакцина или нет, развились или не развились пандиломы. И это было продемонстрировано австралийскими коллегами, когда сравнили распространенность заболеваемости пандиломами до внедрения широкого ВПЧ-вакцинации и после действительно увидите в разы почти на 100% снижение распространенности пандиломы. Что касается цервикальными дисплазиями, то есть предраковыми заболеваниями или high-seal изменения, то есть неинвазивными, но тяжелой степени диспластические изменения на шейке матки, которые чреваты развития ненавидимого процесса. Вот по защите от этих изменений тоже было продемонстрировано снижение заболеваемости дисплазиями шейки матки в эпоху, если сравнивать до вакцинации и после вакцинации. Это как на круг в Соединенных Штатах, здесь на слайде суммированы Соединенные Штаты и американцы, действительно снижение распространенности вирусов пиомы человека по сравнению с эрой до вакцинации и после вакцинации. Еще один момент, который хотелось бы коснуться мне в своем выступлении, то, что новое из 2020 года сейчас было мной услышано на конференции международной онкогинекологов, посвященный, как может защитить профилактическая вакцина от рецидива дисплазии шейки матки. Ни в коем случае не призываю вас использовать профилактическую вакцину в качестве терапевтической. Но вот этот момент меня, как клинициста, всегда интересовал, потому что вбросы были с начала 2000-х годов о возможности использования профилактических вакцин, женщинам, которым уже не повезло. Они ранее не были в детском возрасте вакцинированы профилактически, они были инфицированы вирусом телом человека, произошла персистенция, произошла дисплазия шейки матки, но ей повезло, ее выявили на вот этой преинвазивной стадии и выполнили своевременную организацию шейки матки. Здесь эффективность этого лечения достигает почти 94%. И единственный момент, в основном это молодые женщины, а вот эти вот 6%, где есть риск рецидива, вновь возобновления инфицирования. То есть эти женщины, идея была, что они пролечены на конус, убираете измененные шейки матки, дисплазии, и происходит элиминация, уходит вирус пилома человека, то есть пациенты становятся ВПЧ-наивными. И вот здесь вариант, может быть, первичная, вот эта вот профилактическая вакцинация поможет этой женщине еще вновь не инфицированность вирусом пилома человека. Ну вот как в этой ситуации, например, у пациентки молодой, 32-х лет, которой была выдана организация шейки матки по поводу ЦАИН-СИТ, и она даже родила в 2009 году, но ей не повезло, возник рецидив ЦАИН-СИТ, который спрогрессировал, и вот при контроле в рецидологическом исследовании выявлены опухолевые клетки, вы видите, шейки матки в виде экзофитной опухоли с плоскоклеточным раком в шейке матки, выполнена радикальная гистероктомия. Да, женщине повезло, выполнили ей радикальное лечение, но тем не менее органно уносящее хирургическое вмешательство. Как вот можно было бы в этой ситуации избежать рецидива этого новообразования? И вот впервые корейские коллеги поставили этот вопрос, и вот в 2020 году сейчас вот буквально недавно были озвучены результаты мета-анализа европейских коллег и американских, где продемонстрированы результаты возможности использования профилактических вакцин. Действительно, ну еще раз подчеркиваю, что действительно вакцина работает профилактически, защищает от ВПЧ, в данном случае от повторного заражения ВПЧ у ВПЧ наивной женщины. И было продемонстрировано, что действительно снижается риск рецидива у этих женщин, которые были вакцинированы профилактически вокруг процедуры организации. Там были и бивалентные, и квадривалентные вакцины использованы, и вакцинированы они были кто-то сразу после клинизации, кто-то в интервале, то есть перед клинизацией, поскольку вакцинация троекратно растягивается на полгода. То есть различные вариации, но тем не менее было продемонстрировано снижение вдвое риска рецидивирования, что подчеркивает еще раз клинически, что действительно вакцина работает, защищает от заражения вирусом пиона человека и в какой-то степени отвечает на вопрос нередко задаваемый, а надо ли женщин, живущим половой жизнью, вакцинироваться профилактической вакциной. Да, нужно, эффективность будет ниже, поскольку если уже существует и персистирует вирус, конечно, эта вакцина не терапевтическая, она не защитит, но она профилактически может защитить от, например, если у женщины есть 16 тип, она защитит ее от 18 типа встречи с этим онкогенным типом. И таким образом, заключая свое выступление, здесь представлены позиции регуляторных рекомендующих организаций по безопасности экзодосила, и ВОЗ рекомендует первичную профилактику, и не зарегистрировано каких-то катастрофических нежелательных явлений на фоне вакцинации. Международная федерация кушерогинекологов рекомендует вакцинацию как первичную профилактику рака шейки матки, и ФДА американцы тоже рекомендуют. Но, к сожалению, по Российской Федерации у нас нет организованного скрининга, нет национальной программы вакцинации против вирусов пилома человека. Но, тем не менее, такая возможность защитить женщин от развития этого злокачественного процесса существует, поэтому наша задача каким-то образом информировать, общаясь с коллегами, и каким-то образом вносить возможность в умы первичной профилактики рака шейки матки. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok